кто были кумиры музыкальные кого слышал митя фомин митя фомин был поклонником европейского электропопа так в первый раз придя в студию верность идеалом прослеживается то есть да конечно это же прямое влияние о чем вы говорите нет ну группа на на допустим слушает там я не знаю pink floyd они сидели здесь меня просто поразили такую такую вот неприемственность да да абсолютно предательство идеалов я сказал вот так а здесь вы просто все последовательно я помню отчетливо как ловил новогодние программы с участием зарубежных звезд и первым моим ярким впечатлением конечно было группа патчо бойз с клипа с песней it's a sin это был восемьдесят седьмой год за ним вышла совершенно удивительно француженка дизайл с песни в я же боюсь я собственно только одно и ты знал не есть песни она потом приезжал ко мне на день рождения пела до удивительная женщина да естественно это кальчик клап это юридный бой джордж бой джордж да это это англичане это дэвид бауи это фил коллендс это вот не буду дает будет немножко все таки уже не электропоп не или это не электропоп это это или глэм глэм рок наверное все таки да как в принципе и и кальчик я понимаю с музыкальными пристрастиями допустим все что касается кино театра тоже вот кто что верность идеалом юношеским наблюдается или изменились вкус вкусов да нет они наверное к прием прежние я с удовольствием хожу в театры я с я с удовольствием вспоминаю о том как мы с андреем составили спектакль по мотивам песен александр вертинска он назывался снэпер или или танго желтый ангел и более того мы попали на подмостки новосибирского театра старый дом где где играли в таком своеобразном театральном капустнике очень я я дружу с некоторыми режиссерами мне очень нравится google центр оттуда я порой не вылажу для меня это огромное вдохновение не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в девятнадцать тридцать на телеканале москва двадцать четыре